Врач-автальмолог – один из тех узких специалистов, в котором пациенты попадают чаще всего не по собственному желанию, только во время прохождения комиссии для водительского удостоверения или для работы и обучения. И если раньше зрение проверяли в основном по таблице, то сейчас, кроме этого, современное оборудование позволяет всего за пару минут изучить глазное яблоко досконально. У нас есть авторефрактометр, пневматонометр, щелевая лампа, вот такой современный проектор знаков. В последнее время наблюдается такая тенденция к ухудшению зрения. Я думаю, что это связано из-за напряженной зрительной нагрузки, из-за большого количества гаджетов. Особенно заметно это у детей школьного возраста в основном. Достаточно много миопий, спазм в аккомодации выявляется. Медицинское обследование всегда процесс длительный, который занимает не один час и не один день. Чтобы было удобно и безопасно пациентам, в седьмой поликлинике пройти комиссии можно в отдельно отведенные дни и часы. Это понедельник, четверг и третья суббота месяца. Как правило, узкие специалисты принимают утром до десяти и вечером, когда основной поток пациентов уже закончился. За период подъема заболеваемости простудными заболеваниями и ковидом, было в зимний период несколько уменьшено количество пациентов. В настоящее время количество пациентов восстановилось в обычном прежнем режиме. Ограничения как таковых мы не проводили. Все было в плановом порядке. И в настоящее время все пациенты, которые обратились для прохождения любых комиссий, как обязательных, так и водительских медкомиссий, у нас полностью все проходят без задержек. И сейчас ничего не изменилось. Как правило, пройти всех врачей в рамках одной комиссии нужно тем, кто устраивается на работу, делает или продлевает водительское удостоверение, то есть той группе людей, которые по оценке врачей чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией. Чтобы минимизировать эту вероятность, разбежка между пациентами 10-15 минут. В день удается принять порядка 60 человек. В нашем отделении пациенты с температурами больные не находятся, поэтому они в течение дня могут в любое время приходить сюда для проходения профилактического осмотра. У нас есть кабинет, где распределяются обязанности, распределены таким образом, что назначаются, какие виды обследования нужно пройти в период прохождения медицинского осмотра. И врачи, которые пишут заключение о проб пригодности. Это тоже сокращает количество нежелательных контактов и позволяет быстрее проходить комиссию. Из-за пандемии коронавируса в поликлиниках появилось целенаправленно два входа. Один основной, другой для температурящих больных, чтобы пациенты, которые приходят на прием к врачу, на вакцинацию или на профосмотр, нигде не смогли пересечься. Но опять же, не стоит забывать об обязательном масочном режиме, об использовании антисептиков и соблюдении социальной дистанции. Все эти меры предосторожности по-прежнему актуальны. Министерство здравоохранения Беларуси не так давно объявило начало третьей волны коронавируса. Специалисты надеются не только на сознательность людей, но и на вакцину. Уже привиты медики, сотрудники сферы образования, сейчас иммунизацию проходят занятые в сфере общественного питания и транспорта. Вскоре начнется массовая вакцинация населения. На сегодняшний день мы имеем прививочный материал Беларусского производства в достаточном количестве. Одновременно организована для населения интернет-запись и запись горячей телефонной линии, где врач-иммунолог обрабатывает все эти звонки. Потом в последующем мы населению отзваниваем и приглашаем на определенное время, для того, чтобы вся работа шла целенаправленно, размеренно и спокойно. Медики заинтересованы, чтобы каждый пациент смог получить всю необходимую помощь вовремя и в условиях пандемии максимально безопасно. Поэтому при необходимости посещения поликлиник следует придерживаться правил. Яна Мельниченко, Виталий Рубанов, Новости Гродно+.